Голос — это в первую очередь энергия, а уж потом объект. И главным в нём считается сила, а не форма. Вокальное звучание никогда не возникает просто так. Это всегда работа. И мы, как правило, не отдаём себе отчёта в том, что это процесс. Управляя голосом, мы тоже отвечаем за то, что сорвётся он или легко устремится вперёд. И стоит нам только задуматься о том, как это происходит, как нам сразу становится труднее. Именно поэтому наш голос иногда выдаёт нас, если мы не в состоянии скрыть своих эмоций, раздражения, возбуждения. Но это не значит, что голос — это нечто заданное раз и навсегда. Существует множество различных способов сознательных, бессознательных, нежеланных и просто привычных, воздействует на сырой голос, придавая ему форму и стилизуя его. Любое эмоциональное напряжение имеет свой собственный тон, интонацию и силу звука. Достаточно послушать плач ребёнка, чтобы понять, что даже не умея говорить, он может при помощи звуков, используя только голос, рассказать о своём эмоциональном состоянии. И если уж голос постоянно производится нами, значит то, что мы называем звукоизвлечением, всегда двойственно. Мы используем голос, чтобы издавать звуки, но посредством их транслируем свои мысли, идеи и добиваемся необходимых действий, чтобы принести какие-то изменения в наш мир. Наш речевой аппарат создаёт то, что мы называем собственным голосом. И благодаря этому мы проявляем нашу вокальную индивидуальность. Таким образом, наш голос — это одновременно причина и следствие. Он рождается потому, что его что-то порождает. Упражнение на голос — это упражнение на власть. Владение голосом даёт нам ощущение власти. Человеческие существа слишком долго пребывают в младенческом состоянии, и до тех пор, пока они наберут достаточную физическую мощь, голос остаётся той единственной, реальной силой, с помощью которой они управляют миром и контролируют его. Так что мы рано узнаём, насколько сильно от нашего голоса зависит наше выживание и благополучие. Потом дети становятся взрослыми, их младенческий плач порой превращается в дикие вопли диктаторов или оглушительные возгласы рок-звезды. Но голос бывает иногда очень убедительным, когда мы слышим вдохновенную речь харизматичного проповедника или нежный шёпот любимого человека. От такого голоса кружится голова, и мы ему охотно подчиняемся. Иногда мы способны ощутить вод действие голоса так же реально, как физический контакт, и уверенность в том, что голосом можно приласкать или больно ударить, невольно подтверждается нашими жестами, которыми мы обычно сопровождаем наши слова. Рубим воздух, гладим, разгоняем. Без жестов нам порой даже сложно обходиться в разговоре. Нам кажется, что нас чего-то лишили. Мы не только осуществляем власть посредством голоса, но и сами властвуем над ним. Голос становится могущественней, когда мы подчиняем его своей воле, напрягая его, фрагментируя или искажая. Это невероятно, как часто наш голос начинает вредить сам себе. Если мы разгневаны или взвинчены, голос может сорваться, сесть, сделаться сиплым, будто демонстрируя своим яростным самоистязанием желание прямо воздействовать на мир и всех, кто в этом мире есть. Причина, по которой мы так много усилий тратим на улучшение и совершенствование наших голосов, заключается в том, что голос – это своего рода звуковой портрет личности. Слово личность, персона в латинском языке первоначально обозначало маску, за которой греческие и римские актеры прятали лица. Однако в маске всегда было отверстие для рта и через него был хорошо слышен голос. Также от существительного персона в латинском языке происходит глагол персонары, означающий «звучать через». В английском языке есть слово, означающее «персона», а есть слово, обозначающее «персонаж». Вторичный характер, через который можно проецировать голос. Мы выражаем себя через наши голоса, эти дополнения нашей личности. Ну, таким же образом наша личность формируется и пропитывается нашим голосом. Эта двойственность отражается и на голосе. Мы работаем над голосом, а голос работает над нами. Постановка голоса. Контроль силы голоса очень важная часть тренировки, так как необходимо соблюдать точный баланс в изменении дыхания, положении голосовых связок, в резонаторах. Профессиональные певцы должны знать, как соблюдать уровни объема при переходе от низкого голоса к высокому. В итальянском языке это называется «пианиссимо» – очень тихий и «фортиссимо» – очень громкий. Упражнение, которое помогает развить навыки динамического контроля голоса. Часть первая – «мягкая атака звука». Выберите ноту, на которой вам удобно петь, и любую, гласную. Пропойте ее тихо несколько раз, не опускаясь до шепота и не изменяя высоту голоса. Звук должен быть плавным и спокойным. Повторяйте упражнение до тех пор, пока вам не понравится, как вы звучите. Чтобы все получилось, для начала старайтесь лишь едва приоткрывать рот, чтобы уменьшить резонансную полость. Отработав мягкую атаку, продолжайте, поддерживая ровный и чистый звук на протяжении четырех тактов. Часть вторая – добавляем контраста. Начинаем с повторения постановки сильного голоса, как в опере, и тренировки всхлипываний, которые служат для образования форманты певца. плавно и тихо пропойте ту же гласную, которую тренировали до этого. На той же ноте, на протяжении трех тактов, а в течение трех следующих постепенно добавьте форманту. Цель данного упражнения, чтобы звук, оставаясь чистым, становился плотнее и появлялся эффект резонанса. Часть третья – добавляем силу голосу. Продолжайте выполнять вторую часть упражнения, теперь на девяти тактах. Первые три вы тренируете короткие чистые звуки. На следующих трех добавляется резонирующий эффект, а на последних вы усиливаете давление воздушного потока и работу голосовых связок. Ищем линию легато. Легато – это искусство соединяет ноты и слова в непрерывные фразы. Легато очень важно в классическом пении. Оно служит для того, чтобы музыкальный тон получался ровным. Звуки создаются посредством вибрации голосовых связок и зависят от их чистоты. Когда певец переходит от одной ноты к другой, он может медленно скользить между звуками. А может сделать это быстро, так что мы услышим только две отдельные ноты. Следующее упражнение поможет вам научиться делать и то, и другое. Первое. Выберите ноту, которую вы будете петь и пропоете звук А со средней громкостью и умеренной силой. Это первый шаг. Второе. Пропойте гласную А, начав с До и закончив на Ми. Это второй шаг. Третий. Теперь, переходя от первого этапа ко второму, постарайтесь не менять тон и объем голоса. Вам понадобится не менее трех секунд, чтобы осуществить плавный переход к следующей ноте. Можете этот подъем рисовать рукой в воздухе и одновременно петь. Так будет проще проследить, правильно ли вы делаете переход. Не понижайте громкость голоса во время перехода, так как вам надо понять все, что происходит в промежутке между нотами. Четвертое. Теперь сделайте все наоборот. Начните с верхней ноты и медленно и плавно спускайтесь вниз к исходной ноте, не меняя силы голоса. При этом вы не должны ощущать никаких зажимов, зато должны чувствовать свой голос на протяжении всего перехода. Пятое. Следующее плавное скольжение вверх и вниз между нотами. Продолжайте, не меняя тона и силы голоса. Шестое. Используя интервалы между подъемами до, ми и не напрягая голоса, умеренный объем, удержите первую ноту немного дольше, а затем быстро и плавно перейдите к следующей. Не забудьте при этом, что тон и сила голоса должны оставаться неизменными. Седьмое. И, наконец, пропойте первую ноту еще раз и сделайте быстрый и плавный переход к следующей ноте, сохраняя прежнюю силу голоса. В этот момент легко потерять контроль над голосом, но вы можете помочь себе. Большим пальцем вводите слева направо и обратно, изображая скольжение по какой-либо поверхности и ослабляя давление во время перехода с ноты на ноту, однако сохраняя контакт с поверхностью. Восьмое. Теперь отработайте это на практике. Пропойте фрагмент хора рабов иудеев из оперы Джузеппе Верди на Бука на Вухадоносор. Для начала пробойте отрывок медленно, равномерно продвигаясь между нотами. Второй раз пробойте отрывок быстрее, стараясь удерживать каждую ноту и без промедления переходя от одного подъема к следующему, сохраняя при этом одинаковый тон и громкость. Продолжение следует...